Первый человек был родом из Грузии. Доказательство тому всемирному научному сообществу представила международная группа исследователей. Череп первого европейца был обнаружен на юге Кавказской республики. Находка буквально перевернула существующие представления о происхождении человека. Родственные связи проверила наш грузинский корреспондент Март Ардашелия. В позапрошлом тысячелетии по этим узким горным тропам шли караваны. Тманися был узловым центром Великого Шелкового Пути. До X века центром арабско-мусульманского государства. Здесь сохранился и православный храм VII века. Тишину и покой Дманися вместо шума караванов теперь нарушает стук молотка археологов. В результате раскопок выяснилось, возможно, самый древний человек проживал именно на территории Грузии. Это то место, где мы нашли остатки гоминид. Мы уже нашли три черепа, три челюсти, а также остатки разных животных. Международная экспедиция во главе с Давидом Норткипанидзе ввела здесь раскопки с 91-го года. В результате группа ученых получила сенсационные результаты. Находки доказывают, что представители рода хуму, то есть люди, вышли из Африки и распространились по земле гораздо ранее, чем предполагалось миллион 800 тысяч лет назад. Изучив пять найденных в Дманися черепов, исследователи были поражены анатомическими различиями древних людей, получивших название по месту жительства Homo georgicus или georgiec. По словам ученых, если бы эти черепа были обнаружены в Африке, их легко отнесли бы к разным видам семейства Homo, классифицировав кого-то из них как человека умелого, Homo habilis, а кого-то как человека прямоходящего, Homo erectus. Дманистская находка может ввести в научный обиход новую классификацию, согласно которой семейство гоминид не распадалось на виды, а эволюционировало последовательно от человека Дманистского к человеку разумному. Находки ранних гоминид в Африке, они прекрасные, но очень часто они фрагментарны. А здесь это все вместе найдено и в очень хорошем состоянии. Новая находка – это самый лучесохранивший череп, который мы когда-нибудь находили. И это показывает, что те признаки, которые мы считали, раньше, морфологическими признаками, могут быть только с индивидами. Так что у нас огромная возможность посмотреть целую картину одного эпизода эволюции человека. Эта гипотеза может стать настоящей революцией в теории эволюции человека. Пока ученые ведут дискуссии, Дманистская чуть ли не самый популярный музей под открытым небом для грузинских школьников. Находки Дманисти поставили с ног на голову все ранее существующие представления о происхождении человека. Возможно, именно в этой части Грузии проживал самый древний европейец. Раскопки велись 20 лет, а их изучения ведутся до сих пор. Американский ученый Рейд Ферринг в Дманисти приехал в 1993-м. При нем были обнаружены останки пяти георгийцев, плюс примитивные орудия труда из камня, кости животных, в том числе саблезубых кошек и европейского гепарда. Останки всех пяти человек найдены в логовах, куда их, предположительно, затащили хищники. Они были намного ниже нас, у них был меньший мозг, но они были очень человечные. Они жили в больших группах, работали вместе, ели мясо животных, растения. Они были похожи на нас, у них был определенный рацион. Они, несомненно, были успешными. Жили здесь на протяжении тысяч лет, заводили детей. Огромная разница между нами в том, что у них не было огня. Они не носили одежду. Нам сложно представить, как они умудрялись жить в такой среде с огромными кошками без огня. Но это наводит на мысль, что они действительно были успешными. Нас им удавалось выжить. Пятый череп георгийца, самый древний, был найден в 2005-м. Но с новой силой о находке в научных кругах заговорили на днях, когда на обложке журнала Science оказался главный трофей археологов. Уникальный череп в настоящее время хранится в сейфе Национального музея. Сфотографироваться с копией посетители могут только с разрешения того, кто открыл миру человека возрастом почти в 2 миллиона лет. У этого мужчины было длинное лицо и большие коренные зубы, а мозг намного меньше, чем у нас. Интересно, что по объему мозга адмонистские люди отличаются друг от друга примерно так же, как и мы с вами, от австралопитока. Это уже повод для сенсации. Эти были очень примитивные, которые мы не ожидали. Конечно, черепная коробка, эта челюсть очень маленькая. Здесь около 550 кубических сантиметров объем мозга, когда у нас уже 1500-1600. И вместе с тем, здесь челюсть еще довольно большая, лицо немножко выдвинутое. Я могу сказать, что это, конечно, уже не современный человек, и это не ранее принимало. На территории того же Домониси нашли останки самых древних европейцев – Зезлы и Мзии. Это доказано, и никто не спорит. В стране, где фактически на каждом шагу можно встретить памятники старины, ажиотаж в авторитетных международных СМИ вокруг Домонисского черепа восприняли как нечто рутинное. Между тем, если гипотеза найдет подтверждение, то хомо георгиец изменит ритм мировой научной жизни.